Всем привет! С вами Универ Ньюз и я, Дарья Курмышкина. Сегодня выпуски. Ментимер Шамиев в Казанском федеральном. Преподаватель КФУ презентовал свою книгу. Профилактические работы против терроризма в Казанском университете. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. Приказ о своей отставке он подписал в прямом эфире. Напомним, что Нурсултан Назарбаев является почетным доктором Казанского федерального университета. Диплом и ленту к званию высокому гостю вручал ректор КФУ Ильшат Гафуров. А теперь к другим новостям. Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев посетил Казанский федеральный университет в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова. Подробности визита в следующем сюжете. 19 марта государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев посетил КФУ с целью встречи с руководством университета и ознакомления с новыми образовательными технологиями в КФУ, а в частности с подходами в области национального образования, поскольку по инициативе ранее первого президента в 2020 году планируется открытие многоступенчатой школы с обучением на русском, татарском и английском языках. Первой точкой визита Ментимера Шамиева в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова, премьер-министра Татарстана Рафиса Бурганова и генерального директора телекомпании «Новый век» Ильшата Аминова стала лаборатория-практикума по электричеству и магнетизму Института физики КФУ. Следом Ментимер Шамиев посетил Институт психологии и образования Казанского университета. Здесь он побывал в Центре татарской национальной педагогики, в Зале ученого совета, в лаборатории подготовки онлайн-курсов, а также в Центрах практических компетенций, практик дошкольного и начального образования и магистратуры. Продолжился визит Института международных отношений КФУ, где были посещены актовый зал имени Фукса, кабинет Ассоциации учителей истории общества знаний и модульный класс. В здании же Института филологии и межкультурной коммуникации ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил государственного советника Татарстана с проектом оформления зоны расположения скульптурной композицией Льву Николаевичу Толстому и Габдуле Тукаю, а также проект оформления Тукаевского садика и Толстовской аллеи, зоны почета Ментимера Шаймиева и актовый зал имени первого президента Республики Татарстан. В завершение визита прошло закрытое совещание с участием Ментимера Шаймиева, которое, скорее всего, было связано с дальнейшей выработкой концепции полилингвального образования уже с учетом увиденного в КФУ. Валерия Муратова, Ленарда Волитьяров, Александр Юдин, Универ Ньюс. В шоуроме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась презентация романа «Антиутопия» в стихах. ОНД 4181. Остров неприкаянных душ. 19 марта в Казанском федеральном университете состоялась презентация романа «Антиутопия» в стихах. ОНД 4181. Остров неприкаянных душ. Автором которой является доцент КФУ и номинант на премию Максима Горького 2019 Айрат Бигбулатов. Я написал одно стихотворение. Я думал, что я написал просто законченное стихотворение. И в какой-то момент я понял, что это не стихотворение, а глава первая. Название книги имеет интересный характер, в котором цифры с одной стороны входят в ряд Фибоначо, а с другой являются буквами, обозначаемыми как ГАЗА – ГАЗА. Автор это объясняет тем, что город, в котором проживал народ Филистим, по упоминаниям в Библии основал межгалактическую трудовую колонию, в которой обитают герои произведения. В случае колония, посвященная поэзии, когда-то она называлась непосредственно именем ГАЗА, а после того, как по сюжету случился некоторый коллапс, вот эти буквы стали в виде цифр таких, и уже из утопии превратилась в антиутопию, вот это пространство колонии. Книга будет интересна для тех, кто любит жанры антиутопии, фэнтези, в котором присутствуют темы апокалипсиса и любви. В произведении говорится о межгалактической трудовой колонии ОНД 4181, в которой живут, работают, мечтают и тоскуют по женщинам-парням разных возрастов и мировоззрений. Этих людей, вот этих рабочих, каким-то образом делается связанной с судьбой русских поэтов золотого века. Свою книгу Айрат Бекбулатов посвятил памяти недавно скончавшихся родителей поэта – Луизы и Шамиля Бекбулатовых. Алсу Сатарова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие в рамках программы профилактических работ терроризма. О самом интересном с места событий в следующем сюжете. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялся круглый стол «Территория мира». Мероприятие реализуется в рамках программы профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на период с 2014 по 2021 год. Поддержку в проведении оказывает региональная общественная организация Академия творческой молодежи Татарстана. Будущих психологов и педагогов разделили на команды для выполнения кейсов в рамках круглого стола. У каждой из команд был выделен капитан. Ребята обсудили возможные аспекты проблемы. К концу круглого стола команды подготовили свои мини-проекты, в которых были выделены группы риска, методы вербовки в запрещенной организации, приведена статистика, а также сформирован план профилактических работ. Мероприятие является необходимым для студентов Института психологии и образования, потому что именно с психологов и педагогов начинается профилактическая работа. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Елабужским институтом КФУ организованы сборы для участников Олимпиады по технологии. Подробнее в нашем сюжете. Для участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по технологии состоялись учебно-тренировочные сборы на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник». Организатором выступил профессорско-преподавательский состав Елабужского института Казанского федерального университета совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским открытым университетом талантов. Результаты обычно у нас хорошие. Лучшие, я бы даже сказал, если уж не скромничать, если сравнить с остальными регионами России, результаты, которые получают остальные регионы, мы опережаем даже Москву. Понятно, дети другие, а учителя-то те же самые. И мы тоже растем, и учителя растут. Это, конечно, в каком-то смысле для них даже тоже своеобразный праздник и повышение квалификации на таком достаточно правильном, нужном направлении. Преподаватели инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ провели мастер-классы для старшеклассников. В них школьники занимались по различным проектам. Также для девочек были организованы кулинарные швейные практикумы, а для мальчиков занятия по электротехнической работе. У меня проект – это коллекция молодежной одежды для подростков. Она включает четыре модели, и они все в ярких цветах. Сочетаем бирюзовый, бирюзовый джинсы и желтого трикотажа. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. Студенты Казанского федерального заняты не только учебой и студенческой жизни, но и самореализуются. Как студентка КФУ стала дизайнером одежды, мы расскажем в следующем сюжете. В конце 2018 года команда креативных ребят из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций создали свой бренд одежды под названием «Патриот». Они стали выпускать различную продукцию символикой института из ФНИМК. Была как и одежда, так и аксессуары. Пока приобрести продукцию можно только в интернет-магазине. Но если вы не хотите ждать, то в нашем институте есть такой магазин, как КФУ Стор, который выпускает продукцию Казанского федерального. Аня приехала из Муртского города Сарапул и поступила в Казанский федеральный университет на специальность телевидения. Еще на первом курсе она вступила в медиа-центр, который и послужил толчком для создания сайта. Привет, Аня, ты являешься куратором магазина «Патриот». Расскажи, как ты туда попала? Я пришла в наш медиа-центр. Мне сказали, что у нас есть магазин, с ним никто ничего не делает. То есть у нас, в принципе, никто не может писать посты. У нас нет инстаграма, его там надо сделать. И надо вообще что-то с ним делать. Потому что каким мне его дали, там было название поврешоп, мы так все не любили. Вообще лого было сделано в конве даже. Ну то есть оно выглядело ужасно. Ребята запустили свой сайт, где можно приобрести вещи с символикой института ИСФНИМК. Созданием этого сайта вплотную занималась Аня. Также она разрабатывала логотип и основную концепцию одежды. Пока ассортимент не такой большой. Команда работает над созданием дизайна. И ассортимент будет периодически пополняться. Кто тебе помогает с этим магазином? В общем, в том году у меня не было никого. И я очень ждала этого года, следующего, второго курса, чтобы у меня появилась команда. Потому что в нашем медиа-центре мы набираем очень много людей. И то есть каждый разбредается, кто там на журнал идет, кто идет ко мне в магазин, кто идет чисто писать посты для ВК, например, кто-то для Инстаграма, кто-то фотографа. То есть там много подразделений, и каждый выбирается. С этого года магазин получил новое дыхание, и сейчас Аня вплотную занимается завершением сайта. Пожелаем Ане удачи и новых творческих достижений. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч!